26 числа, за полчаса до начала заседания Думы, я прихожу в администрацию с сумкой, с гигиеническими принадлежностями, с бутылкой воды и с теплым пледом. И я там останусь, я объявляю голодовку, и я останусь там до конца. Нужно немало смелости, чтобы решиться на такое открытое высказывание и вступиться за строительство детских садов. Угроза была вполне реальная. Если бы до 1 октября парламентарии не приняли поправки в бюджет, областные субсидии отдали бы другому муниципалитету. И неизвестно, когда бы впервые уральские достроили садики. Каким образом на следующий год выделят ли нам средства, или нам потом придется, как говорится, полностью эти объекты за счет местного бюджета вытягивать, то у меня очень большие сомнения, что городской бюджет это выдержит. Чтобы помешать этому домохозяйка и мама двоих детей создала общественный родительский комитет. Прежде всего я мама. Меня наши депутаты не могут ни уволить, ни лишить меня зарплаты, ничего. Я собираюсь бороться с ними в рамках закона. По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, очередь в детские садики должна быть ликвидирована к 2016 году. На встрече с активом партии «Единая Россия» он напомнил, что только в этом году на строительство детсадов было выделено 50 миллиардов рублей. Информагентство цитирует премьера. Что касается этой программы, мы ее не только не будем закрывать, а будем продолжать до победного конца. В следующем году обязательно соответствующие суммы будем предусматривать. На этой неделе прошли общегородские родительские собрания. Там Гульнас заявила, что дойдет до полпреда президента Игоря Халманских. Обращение активистки подписали более 300 родителей, но об этом полпред так и не узнал. Настал день Икс. Большая спортивная сумка. В ней зубные щетки, но где чистить зубы – непонятно. Плед, но где спать – тоже не ясно. И только ожидания. Неизвестно, примут ли депутаты поправки в бюджет. Социальные вопросы так и оставили в конце повестки. За эту неделю Гульнас пришлось вытерпеть немало. Хотя ей к трудностям не привыкать. Младший сын Гульнас – инвалид. Сколько на меня вылито было уже грязи. Выкопали уже все, что могли. Рассказали, написали, в какой школе учатся мои дети, как их зовут, сколько им лет. Ну, конечно, предположительно. Я не хочу, чтобы другие родители прошли через это. Поддержать активистку пришло несколько молодых мам. Этой зимой им всем обещали место в детском саду. Может быть, мамы пойдут учиться и работать, а ребята будут играть с новыми друзьями. Им больше не придется ждать в очереди. Посмотрите, здесь какие дети. Они должны почему 4-5 часов ждать? Можно ли вы в первую очередь ждите? Здесь дети, посмотрите, они ждут, мамы ждут. Дети ждут. В зал не пустили, трансляцию не включили. Минуты бегут медленно. И нервы тоже начинают сдавать. Хотя там, за закрытыми дверями, парламентарии приняли бюджет. С садиком быть. За это время приходили уже люди. Мне уже приносили воду. Спрашивали, можно ли приносить соки, конфеты, что-то еще. Нет. Мне все. Благо, что все разрешилось. Я очень рада. Вот и конец истории. Но кажется, только этой. Родительский комитет остается. Возможно, о деятельности общественного родительского комитета первоуральцы услышат еще не раз. Александра Подубная, Влад Черноусов, НДР-ТВ.